Всем доброе утро, мои дорогие мальчики и девочки! У нас новый день, и сегодня день моей операции. Я так боюсь, так боюсь! Ну, а что уже поделаешь? Уже ничего не поделаешь. Здесь у нас бананы, яблоки, мандарины. Здесь у меня качан капусты, которые я купила вчера. Меня водитель удивился, говорит, а что ты с ним будешь делать? Я ему сказала, что листы от капусты снимают синяки. Вот для этих целей я и купила. Вид у нас, ребят, шикарный. Мы уже тут разобрались. Вчера вечером я, конечно, не снимала, потому что мы быстро очень вышли на набережную. Оказывается, здесь все близко. В общем, мальчики мои сегодня будут наслаждаться вот этим видом, красотой. А я, ребят, поеду одна в клинику. Но за мной приедет машина, соответственно, от компании Татьяны. Я вам все напишу, все расскажу потом. Вот. Мы решили так. Так, я сначала думала Джона взять с собой, но потом думаю, а что их тащить? Конечно, не знаю, ребят, как долго я буду в состоянии-нестоянии, но в моих планах как можно скорее встать на ноги и пойти гулять. В общем, такие дела. Утро началось. Собираемся на завтрак. Так я выгляжу на завтрак. Штанишки, шубка. Ну, потому что там так кондиционеры работают сильно. Завтрак уже вовсю. Огромное количество выпечки, как всегда. Мне только салатики можно. Никаких яиц, Татьяна сказала. Как классно, что зелень есть. Супер. И супчик. Давайте посмотрим, какой сегодня. Вчера был вкусный. Кукурузка, шампиньолы, картошка. Нет, внутри есть чиз, моцарелла, чиз, я думаю. Такая булочка, пицца разная. У меня вот такой завтрак, суп. Салат. Там разные салаты, огурчики, помидорчики, много оливок. Взяла попробовать колбаску, ну так, по чуть-чуть. Яйца мне нельзя, а Дэвида омлет. Ну что, ребята, собралась. Смотрите, сколько у меня вещей. Да, буду один день в больнице. В общем, не знаю, как все пройдет, ребят. Пожелайте мне удачи. Мне позвонили с ресепшен и сказали, что меня уже ждут. Я так переживаю, так волнуюсь. Ребята. Ладно, поехали. Посмотрим, кто меня ждет. Я, честно говоря, понятия не имею. Сейчас разберемся. Сегодня мы в машине. Ситуации уже нет. Едем в госпитал. В общем, не знаю. Чем ближе к делу, тем не страшнее на самом деле. Потому что такое дело, что будет болеть. Я об этом знаю. Поэтому начинаю мельчить. Ну и вообще, я думаю, как я буду себя чувствовать. Знаете, я смеюсь, а внутри прям сотражит. Так что, не знаю, ребят. Хоть с вами поболтаю, потому что здесь никого нет. Никак одна. Джону дала указания, что делать, что не делать. Должна им починить. Что-то у нас там с холодильником. Ну, уборщица должна прийти. Я оставила 5 долларов на кровати. Потому что я знаю, что он все равно забудет. Так что, да. Спрашивающая. Да, я хочу. Такая жизнь. Живем один раз. Все хочется попробовать. Да. Так что. Все будет хорошо. Вот она моя клиника. Называется Медикана Катакелли. Ой, страшно-то как. Ну, что ж. Выходим, выходим. Окей. Ведника сижу, жду. Татьяна пошла меня зарегистрировать. Ну, в общем, да. Дрожу, как заяц. Как заселюсь в палату. Покажу вам все, расскажу. С вами какое-то мероприятие. Наверное, без выпускников. Так, та Татьяна. Она мне помогает. Медведь. Ну, а так вообще, как долго? Я думаю, что, наверное, идут трех часов. Кстати, мне так нравится. У них такие кнопки интересные. Вообще. Я нигде таком не видела, кстати. Да? Да? У меня ребенок. А-а-а, чтобы не притрагиваться. А-а-а, чтобы не притрагиваться. Отлично. У нас очень сезонно было, когда была коронавирус. Ну, ясно, ясно. Вот, у нас все перепуганные очень сильно. Да. Мы на улицу четыре месяца не выходили. Так, сейчас буду смотреть кровь, ребят. Ой, не люблю я это дело. Ну, что ж, придется. Так, мы идем дальше. Кровь меня взяли. Отлично взяли. На все. Даже не успела пикнуть. Так, сейчас она домовая. А, это палата? Сейчас мы снимем, красиво. Какая красивая. Смотрите, какая у меня палата. Так, давайте присоедем. Ты шикар? Да. Вот. Сидимся, ждемся. Ой, девочки, мальчики. Моя палата сорок ноль девять. Ой, ну что. Волнуюсь. Да. Показываю мою палату. Шикарная, как отель. Сколько у меня здесь шкафчиков всяких разных. Даже сейф есть. Ничего себе. Подушки, одеяло. Так, здесь у меня один туалет или ванная. Ух ты, красота. Где тут свет-то включается? Так. Девочки, мальчики, унитаз. Все дела. Здесь моя кровать. Вот такая. Смотрите, как это все выглядит. Огромные окна, подсветка, телевизор. И здесь еще вторая комната. Вот. Я не знаю, приедет Джон или нет. Говорит, смотри сама. Ну, посмотрим, как я себя буду чувствовать. Захочу я их видеть, не захочу. А так, вот, пожалуйста, я могу здесь еще расположиться. И также есть туалет. Ну, как бы, понимаете, комната, получается, для гостей. Потому что я специально бронировала, думала, что Джон и Дэвид приедут. А потом мы решили, что лучше я одна поеду. Ну, вот, как-то так, ребят. Я, конечно, волнуюсь, переживаю. Сейчас уже доктор приедет. Надо мне бежать, умываться. Снимать свои все золотые украшения. В общем, да. Не знаю. Я готова. Так, ребята, пока меня оставили одну, показываю вам быстренько, что у меня в чемодане. Значит, сначала показываю. У меня вот такие специальные леденцы. У меня будет очень сухое горло. Ну, и вообще, у меня уже сейчас все, видимо, прямо слипается. Вот эти вот леденцы называются биотин для, вот как раз, dry mouth. То же самое вот такой спрей, биотин спрей. Это я вот видео насмотрелась. Американки девочки себе брали. И вот я тоже решила по их пути. Посмотрим. Также у меня леденцы холст. Потому что говорят, что горло будет болеть из-за этой трубки. Так, это специальный вазелин для губ. Потому что губы будут очень сильно слипаться. Но они уже слипаются. Арника. Ну, это гомеопатические такие таблетки. Они снимают. Они такие, вот видите, пилюлечки. Они снимают синяки и отечность. Еще у меня есть гель. Но он у меня в отеле. Это я уже буду мазать синяки уже, когда приеду обратно в отель. Так, вот это вот то, что мне нужно здесь. В основном все для горла и для губ. Когда я уже начну есть, приду в чувство. Дальше. Я себе заказывала, ребят, на Амазоне вот такие вот трубочки. Я не знаю, какая мне лучше подойдет. У меня есть вот такие вот, смотрите, разноцветные силиконовые трубочки. Потому что у меня губы будут онемевшие. И не знаю, как я буду есть. Может, они мне вообще не понадобятся. Вот. Ну и взяла обычные трубочки. Вот такие вот немножко побольше. И обычные. Такие тоненькие, да, которые везде используются. Вот. Сейчас единственное спрошу, можно ли все это разместить возле моей кровати. Потому что со мной будет девочка Дарья, сотрудница, которая работает с Татьяной. Вот. И я думаю, что было бы лучше, если я все здесь положу. Хотя, не знаю, может быть, это место для врача или еще для кого-то. В общем, надо это спросить. Так, ну, кровать я вам показывала. Она там всячески раздвигается, передвигается. Так, дальше что, девочки, мальчики, быстро показываю. Значит, сейчас я еще подушку вытащила. Забыла вам показать. Но я вам ее покажу. Здесь у меня айпад. Так, чтобы мне не скучно было. Я просто хочу сразу все вытащить. И дополнительное одеяло, которое я брала, ну, покупала. Вот в самолете, кстати, было очень удобно с ним. Ну, и, в принципе, все. Так, сейчас показываю подушку. Я вот здесь все это разместила. Значит, у меня здесь подушка. Вот, видите, она специальная. Потому что мне нельзя будет поворачивать голову. То есть, вот, только здесь можно будет спать. Тапочки взяла из отеля. Ну, хотя здесь есть. Здесь у меня сменное белье. И пижама хлопок. Виктория Сикрет. Отличная. Заказ ее купила. Найти больше ничего не могла. Вот, дальше у меня вот такой халатик. Очень удобный, комфортный. Ну, такой теплый, не теплый, но приятный. Главное, чтобы все было очень хорошо. Нигде ничего не чесалось, не мешалось. Потому что и так мне будет некомфортно. Ну, в общем, вот. Это я здесь оставляю. Сюда я свою сумку отправляю. Просто взяла одеяло. Потому что я смотрела видео. Все приезжают из операционной. Просто замерзшие, как сосульки. Им, конечно, дают одеяло. Но я думаю, когда я начну шевелиться, да, ну, сама уже себя как-то в чувство приводить, то буду, наверное, кутаться. Потому что мне всегда холодно. Ну, даже вот сейчас, смотрите, показывает термометр. 22 градуса. Кстати, повысился. Странно, было 21,5. Так, ребят, ну, я просто вот уже хочу все показать вам и сидеть ждать. Кстати, доктор уже был. Он меня разрисовал. Сейчас. Все, воду мне пить нельзя. Это все здесь. Все, чемодан закрываю и убираю его. В общем, ребят, приходила медсестра. Надела мне чулки. И, причем сама, таким интересным способом. Знаете, сначала пакет, а потом на пакет натягиваю, потому что здесь вот дырка. И потом уже через эту дырку вытаскивала пакет. Смотрите, какие классные. Кстати, удобные. Я боялась, что чулки будут очень такие плотные. Но нет, комфортные, все нормально. Вот такой халатик дали. В общем, очень даже интересный. Шапочка мне тоже нужна. Такой надеть. Ну, все. Ой, ребят, осталось 20 минут. Ребята, у меня батарейка садится. Я хочу оставить телефон, чтобы он немножко подзарядился. Пойду я немножечко, знаете, как бы сама с собой побуду. А вам? Я не знаю, что сказать. Держите за меня кулачки, крестики. Я не знаю. Говорят, еще нужно матюкаться на меня. Ну, не знаю, как это работает. Но я думаю, мы уже увидимся с вами, когда я приду в чувства. Если я буду нормально себя чувствовать, то я вам сразу себя покажу. Если, конечно, не буду нормально чувствовать, там, если мне будет очень больно или что-то еще, то, конечно, уже будем ждать. Все, ребят, пожелайте мне удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok